Здравствуйте, Иван Лимонов это. Сегодня мы продолжаем проходить Европу 3. Вот за такую страну как Польша. Сегодня мы посмотрим, какие у нас есть дополнительные опции для нашей страны. Какие судьбоносные решения для нашего государства можно принять. Вот, принять закон о землевладении феодалов. Для этого нужно управление больше 8, централизация меньше минус 2, крепостничественная личная свобода меньше минус 2, гипломатические способности правителя выше, либо равны 7. Ага, и мы увеличим личную свободу, инновации, эффективность производства снизится, но уменьшится стоимость стабильности. Ну, нам ни к чему подобные вещи. Уже лучше, я думаю, будет если... Астантички не будем, правильно? Так, будет лучше, если мы сделаем... Пускай лучше феодалы пользуются своей землей, как раньше. Закон об алкоголе. Так, увеличить доход от налогов, но увеличить стоимость стабильности. Может, да, может создать империю. Так, главное создать сильную. Отказ от строительства флота. Ну, ладно. Ну, да, лучше увеличить размер военных традиций на 10, а морские традиции нам пока что не нужны. Выбран новый папа, командир. Вот. Суд по делам опеки. Так, что он делает? Доход от налогов плюс 5%. Тут надо централизацию. В любом случае, нужно сначала правителя нормального, который административной способности выше 7. И плюс еще централизовать государство. Тогда можно тут кое-какие реформы провести. Ну, вот, чтобы стать империей, нужно еще 30 городов. А у нас пока что еще и далеко не 30. Везти ли берем в эту? Черт, у нас крестьянская война. Стабильность уменьшится на 3. Вот это кошмар. А у нас она 0. Офигеть, мы попали. Все. Короче. Крестьянская война. А, нет. Она уже, она стала 0 после 3. А, отлично. 0 это тоже, кстати, мало. Так, доходы. Доходы у нас уже отрицательные. Так, что можно сделать в этом случае? Ну, снижать расходы на армию мы пока не будем. Потому что у нас война сейчас начинается. Мы, пожалуй... Так, ну, закажем картину. И еще нужно будет, получается, напечатать денег. Напечатать денег, пожертвовав институциями в военное дело. Мы кое-что... Так, ну, вот. Будет минус 3. Если будет минус 3, то... То есть... Давайте еще подтянем. До 2,5. Так, инфляция будет... Инфляция 0,19. Но это пока что немного. Так, ну, ладно. Главное не уйти в долги. Так. Теперь, значит... Принять закон об ополчении. Так, либерия в вето. Ага, это получить армию халявную. Так, крестьянские волнения. Личную свободу. Ну, давайте увеличим личную свободу. На единицу. Так, возрастала стабильность. Так, и потом, значит, закон об ополчении. Это увеличить централизацию. Это чихи брак. Ага. Закон об вербовке. Об ополчении. Что для этого надо? Тоже централизацию. Короче, мы тут можем принять все, что... Практически все реформы. Только бы нам правителя. Выше семерки. И... И еще нам эту, собственно, централизацию увеличить. Ну, и можно провести в астернизацию. Можно провести в астернизацию. То есть, принять западный образ жизни. И тогда у нас будет более быстрое исследование технологий. Потому что у нас линейка технологий восточная. Так что мы, собственно, будем отставать со временем от других стран. Вот. И нас призывает Австрия к войне. Против державы Венгрия. Значит, против державы Венгрия. Но мы, судя по всему, потеряем... Дико потеряем стабильность. От этого решения. Так что, я думаю, можно ради стабильности отклонить это предложение. С Венгрией я ссориться не буду. Но Австрия, тем самым, конечно же, увеличит свою мощь. Вот. Но мы не будем ей помогать распиливать Венгрию. Так. Мы потеряли престиж. Вот. Потеряли престиж и с союзником. Хотя нет, Австрия нам снова предлагает военный союзник. Я соглашаюсь. Они, видимо, сейчас снова меня призовут. Ага. Так. А сейчас уже против державы Бургундия, Венгрия, Трансивалья и Милан. Ха. Судя по всему, австрияки начинают терпеть поражение. Ну ладно, тогда мы на этот раз согласимся. Согласимся. Получится дикое месиво, конечно. Но я соглашусь на эту войну. Так. Прекрасно, прекрасно. И получили военные субсидии от Литвы. Отлично. Так. Вот Австрия в Пресбурге. Венгры атакуют Австрию. Ну, нам, конечно, будет круче, если бы Венгрия захватила Австрию. Потому что у Венгрии нет шансов стать императором. И это для нас гораздо выгоднее, конечно. Вот. Так что помогать распиливать Венгрию я, пожалуй, не буду. А у нас война с Бургундией. Пренсивальня и Милан. Ну, у нас таких особо интересов нету, конечно. У нас нет национальных провинций в Венгрии. Так что... Пускай, может быть, разберутся сами. Так, Бургундия присоединила к державам Генегал. То, что Бургундия растет, это хорошо. Хоть будет какой-то противорес Франции. Нам это тоже, конечно же, выгодно. Так, ну и что? У нас повод для войны с Тевтонским орденом. Поэтому... Было бы круто... Сейчас на него напасть. Если бы, конечно, не Богемия. Сейчас посмотрим, какие у них... Какая у них армия. Так, армия Богемии. 23 тысячи. Я думаю, мы их разобьем, конечно. Так, здесь... Снабжение 13 единиц. Ну, ладно. Так, встать нужно где-нибудь на реке. Встаем на реке. И объявляем войну Тевтонскому ордену. Мы призовем, естественно... Так, австрияки идут. Призовем Литву и Австрию. Завоевание. Так, ну, Рига и Псков, я думаю, серьезного проблем не предоставят. Литовцы ими займутся. И Тевтонским орденом. Я надеюсь, они тоже займутся. Так, восстания на территории Литвы нет. Вот, но они пошли воевать с венграми. Ну, отлично. Хотя, в принципе, это так-то нам и не особо важно. Так, глянем войну. Так, Рига, Богемия, Псков и Силезия. Так, угу. А тем временем мы призываем Литву к оружию. Они соглашаются, естественно. Затем призываем из союзников... Призываем Австрию. Так, они не соглашаются. Ну, ладно, не будем призывать Австрию. Так. Трансильвания напала на Молдавию. Молдавию. Так, ну ладно, тогда будем это учитывать. И еще... Значит, союзников у нас, кроме Папы, больше нет. Ну-ка. Ну ладно. Думаю, можно справиться и в одиночку, в принципе. Ну, с Литвой, естественно. Так, вот. Нас начинают оккупировать. Ну, для начала надо расправиться с Богемией. Чтобы она особо не ударяла нам в спину. Надеюсь, хватит рекрутов, чтобы... Так, поменьше сделаем, скорость. Голландия откупается в Бургундии. Так. Ну, я думаю, мы тут победим, конечно же. Так. Бреслал. Ага. Уходит Бреслал. Ну, мы их догоним. Так. Ну, я надеюсь, литовцы сейчас будут разбираться. Так. Теперь в Познань идем. Тут нету никаких рек. Так что... Ага, они выходят в Торунь. Так, и мы идем тоже в Торунь, чтобы вынести Тевтонские войска. Также отличим, естественно, литовцев от боев в Венгрии. Чтобы особо венгров-то не разделили. Мне не хочется иметь мощную Австрию под боком. Пускай лучше сейчас с Тевтонским орденом разбираются. Ага, они идут в Венгрии. Отлично. Ну, тут, естественно, у нас минус в том, что мы сейчас атаковали практически берег реки. Богемцы уходят в Данцик. А Тевтонцы в армию. Ну, тут Тевтонцев больше, поэтому преследуем Тевтонцев. Так. И они уничтожены. Теперь... Теперь нужно попытаться... Ага, ну, пополам делимся. Одно войско идет сюда, другое сюда. Чтобы богемцы оказались в ловушке. Так. Ну и, собственно, одну армию посылаем в богемию. Так, а здесь пока уничтожаем остатки богемской армии. Так, куда они уходят в армию. Так, литовцы хорошо помогают в Данцик. Так, тут у них нет командующего. Так, в Данцике мы разбили их войска. Так, теперь... Можно приступать к оккупации. Значит, начнем здесь с Данцика. Так, а здесь попробуем штурмовать. Ну, естественно, у нас ничего не получается. В Венгрии теперь тоже крестьянская война. Так. Австрия пока что держится. Так. И берем советник. Берем советника. Мы прокачаем, пожалуй, военное дело. Вот, нам попался четверг-звездочный советник. Пускай качается военное дело. Так, нам украинские националисты уже взяли нашу крепость. Так что надо с венгриями поторопливаться. Черт, все, Хорватия уже отделилась. Ну, отлично. Ладно, мы идем пока быстренько в Русины. Не успели. Я думаю, в Венгрии вернут себе эту провинцию. Хватит, так сказать, ума. Угу. Так, а мы возвращаем свои Русины. Перестала действовать модификаторы. Байс контр-рудинистов. Так. И снова война объявляет нам Золотая Орда. Так, я думаю, можно увеличить содержание армии. Ну, у них проблем очень много. Так что, я думаю, сейчас им пока что не до нас, естественно. Так, Рязань. Ага, и она будет платить дань. Так, теперь нас призывает к войне Турция. Отлично. С войной в Днеаполе. А, ну, здесь мы, естественно, соглашаемся. Не будем подводить Турцию. Так, Турки у нас стратегический партнер. Поэтому будем улучшать с ними отношения. Они воюют, тем временем, с кочевниками, с тимуридами. Так, литовцы пока пытаются взять некоторые крепости. Например, Херсон. Вот. Кстати, мы можем сейчас колонизировать, начать колонизировать Золотую Орду. Взяв провинцию Херсон. Так, у нас есть пять колонистов. Мы попытаемся отправить часть колонистов сюда. Для этого нам нужно охранять эту зону. Молдаване захватили эту крепость для нас, как видите. Попытаемся ее захватить. Так, походу, нас призывали австрияки. А может быть и нет. Так, успешная колонизация. Не будем смотреть деньгами. Так, Белый мир. Обошлись Белым миром. Так, а пока что отделяется Крым. Ордынцы не успели захватить эту провинцию. Отлично. Мы тут теперь будем действовать под прикрытием. Так, литовцы тут терпят поражение одно за другим. Так, и мы тоже. К сожалению. Так, ну я думаю, тут уже есть риск потерять всю армию. Ну и, собственно, у них все офигенно получается. Так, молдаване захватили, захватили Карпаты. Так, ну мы не можем вести переговоры непосредственно с Венгрией. Видимо, только с Бургундией. Так, потребовать Карпаты. Они не согласны, естественно. Так. Так. Золотая орда на нас напала. Нужно, собственно, как-то спасать Молдавию. Потому что тут у них захвачена провинция. Можно попробовать отправить патриотов. Попробуем. 120. Нет, это дороговато, конечно. Ну или тогда просто восстание поддерживаем. Может быть, это поможет нам. Так, у нас Регинский совет. Знать, требует компенсации. Хорошо, заплатим. Регинский совет. И Литва с нами разорвала унию. Так, у них пестиж 0. Итак, ну все-таки они разорвались на миунию. Тогда в этом случае у нас есть шанс потом просто ее разделить и захавать по частям. Ну ладно, так и сделаем. Так что особо церемониться с ними не будем. Так. Заказываем картины. Культурная традиция уже 63. Пролом в стене. Так, можно уже брать. Но тем не менее, не получилось. Нехватка воды. Бег со защитников. Еще раз штурмуем. Данцы взяли. Так. Теперь будем захватывать. Угу. А, назначаем. Надо нанять еще одного генерала. И чтобы у нас... А, у нас есть генерал. Отлично. Так, ну более мощный. Судя по всему, сбегнем в джезе. Ну, его направляем тогда вот сюда. Бегемцы уже взяли две крепости. Так, они уходят в Сарадзис. А, мы можем поменять те времена настройки внутренней политики. Естественно, уходим в Централизацию. И в Познане поднимается Восстание. Ну, пока мы не будем его поднимать, нам его не выгодно. Так. Сандомер. Так. Ага. Ладно, пока что идем выносить их войска. Так. Лидер войны, тем не менее, Тевтонский орден. Богемия предлагает просто Белый мир. Так. Ну, что ж. Во. Молдаване освободили Буджек. Угу. А Золотая Рода потихонечку берет Литву. Ну, отлично. Так. Значит, что мы будем делать в такой ситуации? Так. Встрияки собрали гигантскую простую армию. Они, по-моему, император, да. Потому что они император, они могут себе это позволить. И, кстати, с венграми они не могут вести переговоры. То есть, получается, хотя, может, и могут. В общем-то, с бургунами все равно им придется повоевать для того, чтобы повоевать какие-то провинции в Венгрии. Так. Ну, мы, я думаю, отклоним это предложение о мире. Может быть, забрать у них сколько-то денег. Хотя нет, я думаю, у них дней совсем нет. Ну, в данном случае самым выгодным решением было бы просто согласиться на Белый мир. Ладно уж. Так. Мы взяли в армию. Так. С Тифетонским орденом можно, я думаю, помириться. Мы берем только в армию. Так. Дансик. Ну, я думаю, это все, естественно, не наши национальные провинции, поэтому берем свои в армию. Так. У них есть вассалы Псков и Рига. Ага. Делить Готланд можно. Ну, пускай они расторгнут договор с богемией. Думаю, для нас это самое лучшее. Угу. Так. Отлично. Вернуть вновь Мазовию. Мы должны вернуть старые и добрые времена польской славы. Мазовецкая Герцогская должна вновь войти в состав, вновь стать полноценной частью Польши. Значит, полное присоединение. У нас есть повод для войны. Но так как нами управляет Регинский совет, то мы не можем убилять войну. Так. Сколько у нас лет наследнику? Наследник. Так, где же смотреть наследника? Вот. Александр Игелон возраст 9. Ну, еще лет 5. Еще лет 5, и он станет нашим правителем. Вот. И у него, собственно, способность к управлению 7. Как-то и нам надо. Отлично. Так, все. Вармия наша. Почему она стала национальной? мы можем построить флот для нашей державы. Для начала построим транспортное судно. Может быть, оно пригодится. так. Ну, и, собственно, у нас война с Золотой Ордой. Они захватили провинцию Русину, так что мы пойдем ее отвоевывать. Золотой Ордой. И, так же, Вургония, Венгрия, Трансевария, Милан, Торгуза, Глава. Так. Литва признала свое поражение. Ну, еще хорошо отделались, между прочим. Так. Это Венгрия контролирует. Так. Мы тут только что победили польских партикуляристов. Они уходят в сарадость. Так что, ладно. Мы идем за ними. Так. Лигиозное восстание. Ага. Сторонники реформации. У нас еще 15 века уже реформация. Ну, отлично. Уничтожить их. Так. Либо уменьшить отношения с Папской областью. Угу. Либо увеличим риск восстания. Так. Либо уменьшим отношения. Ну, ладно. Веротерпимость. Пусть сами решают, что верить. Так. Передаст следующие провинции. Венгрия уже передала пресс-бурки Словония. Отлично. Вот эти две провинции они отдали Австрию. Так. Ну, все. Значит, Австрия увеличивается в размерах. Радует только то, что они наши союзники. Давайте заключим генетический Барк, чтобы подкрепить наш союз. Так. Уходим сюда. Сюда в Кракове. Пока подождем. Так. Угу. Они уходят в Люблию. Ну, ладно. Тогда штурмуем крепость. Не получилось. А вот Московия будет платить дань. Да. Московия она уже присоединила Ярославль. И теперь она будет платить дань. Отлично. Так. Рязань совершаемся на Десенщий враг. Так. Ну, вот. Мир от Бургундии. Мир от Бургундии. Собственно, ничего нам от нее не надо. Но они требуют снять вассальное обязательство. Так что мы не соглашаемся. Естественно. Так. Угу. Они идут в Краков. Так. И мы проигрываем. Так. Мы проигрываем. Пока что. По всем фронтам причем. Так. Срочно засылаем. Угу. Так. Ну, трансевание тоже заключило мир. Так. Ну, с Золотой Ордой судя по всему придется воевать всей армией. Генуя признала поражением. но да. Тут естественно Золотая Орда рулит. Опять мы проиграли. что ж такое. Так. Заказываем картину. И засылаем к купцам. Ладно уж. Тогда откупимся от Ордынцев. Ладно уж. Черт с ним. С Херсоном. В конце концов. Потому что терять всю армию очень даже не хочется. Просто предложим ему дань. Предложим дань. Они не согласны на это. Они не согласны даже на дань. Ну, отлично. А мы сейчас потеряем всю армию. Боже что мой. Берите уже мои бабки. Что же вы? Все им мало. Им обязательно армию все уничтожить. Так. Ну, я думаю мы будем уже уничтожены. я надо создавать новую. Так. И у нас нету реквотов. Так. Или берем вето. Мы тоже почему-то принять не можем. Так. Ну, ладно. Берем картину. и заказываем еще одного советника. Это у нас будет так. Кто у нас будет? Инвестиции в управление. Советник пятого уровня. так. Так. Все, собственно. Наша армия была уничтожена. и нам начали предлагать с Венесис всякие немецкие княжества. Но нам они к черту не нужны. Саксония. Так. Ну, давайте на Саксонию согласимся. И мы не успели колонизировать Херсон. Так. Ну, что же вы берете дань-то? Ну, наконец-то. Все, ладно. берите свою дань. А с Литвой они не закончили воевать. Ну, ладно. Армию придется создавать заново. золотая орда наполовину оккупировала. Ну, как наполовину? Практически полностью оккупировала Литву. Нам пока что это на руку. Так, ходим централизацию. Отлично. У нас еще и повстанцы. Так, пока что не будем нажимать эту кнопку. снижаем объемы инвестиций в торговлю. Так, ну и на каких условиях они согласились? Признают. Так, Литва станет ежемесячно выплачивать им дань в размере 8,4. Они столько не зарабатывают. кстати, по всему Литва будет обанкрочена. Так, что в ближайшее время можно ожидать развала Литвы. Вот. А тем временем мы заканчиваем эту часть. С вами был Иван Лимонов. До свидания. Пару так купцов так сейчас нужно выбивать золотую орду как только можно. Так, интересно я откоплюсь с поражением. Нет, они не согласны. Ну и дань я им уже платить не собираюсь естественно. так, опять ладно, пускай будет власть контрабонистов до 22 года ничего. Я столько денег платить не снижаюсь. так, они уходят в Подолье. Угу. От Австрии тоже все теряют поражение. Черт возьми, они тут уже меня сейчас всю страну возьмут. Ладно, придется им платить дань все-таки. Ничего не поделаешь. Сколько? 1,6? Ладно. Потому что это уже слишком. То, что они тут собрали какую армию в моей стране, это, конечно, вообще. С кем они еще воюют? Еще с тимуридами. После того, как они заключали миров со всеми странами вокруг, уже как-то с ними становится не очень комфортно воевать, потому что они сконцентрировали все войска в нашей стране. Так, вот, у нас доступно национальное решение. Либериум Вета, то самое. Угу. Да, мы могли только что получить халявные войска для борьбы с Ордой, но мы их не стали брать. Ладно. И теперь императором снова становится богемия. Отлично. Теперь австрияки будут вынуждены сокращать армию, а богемцы ее увеличивать. так, белый мир неприятно. Так, я думаю, можно ввести военный налог. военный налог, раз уж они не собираются так, националисты прусские. Ладно. уничтожаем уничтожаем прусских националистов. И одновременно снижаем содержание армии, чтобы особо тоже не тратиться. Все, отлично. закончилась крестьянская война. Отлично, все. Теперь у нас, судя по всему, сильно выросли доходы, можно убрать ползунок казны и увеличить инвестиции в военное дело. Наконец-таки. Так, ну, судя по всему, подняли инфляцию, она у нас уже составляет 1%. Ого. Украинские националисты взяли провинцию Русины. А мы даже не заметили. Судя по всему, они возникли в Литве. Так. Мне предлагал... Они мне предлагали с династическим браком. Ладно, включаем. Берем штурмом запустим. В Литве возникает восстание, но это, естественно, нам на руку. увеличим только на 269, инфляцию не надо разгонять. Литовцы пока что погрязли в восстаниях. тем временем можно взять вскоре можно будет взять каких-нибудь советников. У нас уже культурной традиции почти что 80. можно нанять. хороших советников, но мы пока возьмем тех, что есть. Так. Но нам пока что тут никто и не нужен. из существующих будем ждать культурных традиций. Шериф. Мы видим, что Московия воюет с Новгородом и, судя по всему, Тверью. фанатики православия. У нас есть повод для войны с Венецией. Так. Ну, мы не можем и объявить войну пока что. Интересно, у нас есть проход войск? Да, у нас есть проход войск, так что я думаю можно помочь Венграм с восстаниями. Побороться с восставшими, потому что если тут еще Хорватия отделится, будет неприятно. Пускай лучше будет довольно сильная Венгрия в противе с Австрией. так, все отлично, мы дождались наконец-то новой национальной идеи. Мы можем принять национальную идею. так, денег у нас очень много. Я думаю, можно поставить на автомат отправку купцов. купцов. в Любике они стоят 11, в Венеции они стоят тоже 11. Я думаю, не имеет большого значения, мы отправляем купцов в Любик, пускай они автоматически будут отправляться, так как денег у нас очень много, можно рискнуть и поиметь еще больше. так, берем штурму, не получается. Так, тем временем думаем насчет национальной идеи. Все, белым миром помирились. Значит, для Польши будет отличная национальная идея. Какая? Ну, естественно, не флот. Это либо армия, либо какая-нибудь торговля. Вот, я думаю, мы возьмем лимит армии. Можно поднять лимит армии. Стоимость отправки купца минус 33%. Давайте возьмем вот эту. Потому что купцы слишком дорогие. Так, сада завершена. Все, отлично. Теперь у нас новый правитель и украинские националисты. Ну, как видим, Литва уже просто практически уже развалилась, как и золотая орда. Так, крымские националисты. Сейчас, возможно, делится Крым. Если, конечно, ордынцы вовремя не придут и не возьмут все эти крепости. Так, можно взять картину. Вот.